Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении. А также наступательные действия на Бахмутском оперативном направлении по уничтожению врага и шаг за шагом освобождение временно оккупированных территорий. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений на линии фронта от Купенска до Херсона. Враг нанес 22 ракетных удара, 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Авиационные удары пришлись в основном по Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областям. Под артиллерийским огнем врага оказались более 70 населенных пунктов, тоже аналогично Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. То есть все прифронтовые области попали под артиллерийский огонь, частично под артиллерийский огонь рашистских войск. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север, это Волынское-Полесское направление, там оперативная обстановка остается без существенных изменений. Белоруссия готовится к проведению учений, завтра, по-моему, они начинаются, точнее сегодня, 19-20-го, с системами ПВО. Ну, такой был своеобразный, я бы сказал, наверное, на мой взгляд, троллинг. Белорусский военно-начальник предложил Польше поучаствовать в этих учениях. Понятное дело, что Польша как страна НАТО, конечно же, откажется от совместных учений с Белоруссией, тем более, что понимая, что вся система ПВО Белоруссии находится под управлением, централизованным управлением. Она включена в единую систему противовоздушной обороны союзного государства. Они даже, кстати, отрабатывали это уже на учениях, и это, кстати, давно уже, уже несколько лет. Как у них единая система противовоздушной обороны. Так что понятно было, но, тем не менее, вот такое вот предложение, я считаю, что это с издевкой под текстом, а под текст в том, что, ну, если бы гипотетически Польша согласилась, то, естественно, Польша бы вскрыла всю свою систему противовоздушной обороны, участвуя в совместных учениях. Поэтому это было невозможно. Но, тем не менее, вот такая вот там, вот такая вот обстановка. И они сейчас проводят, Белоруссия проводит учения. Я так понимаю, это генеральный штаб РФ и проводит учения с белорусским военным округом. Его можно уже, наверное, так уже можно называть Белоруссию, но, во всяком случае, в военном контексте. Потому как союзные силы союзного государства, силы безопасности союзного государства, они уже давно объявлены, как единая военная структура. Далее тут же в ответственности оперативно-стратегической группировки Север, Северское и Слобожанское оперативные направления, где противник продолжает удерживать группировку войск для прикрытия границы, своей границы. Пытается проводить диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на другие, более важные направления. И, соответственно, увеличивает плотность, наращивает, точнее, оборону в инженерном отношении в Белгородской области. Далее у нас идет уже линия фронта, уже зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. Здесь у нас Купинское, Лиманское и Бахмутское направления, три оперативных направления. И надо отметить, что на Купинском и Лиманском направлениях там остаются Новоегоровка, Серебрянское лесничество и Белогоровка, три таких, будем говорить, самых горячих точки, где противник продолжает атаки наших позиций. Но в основном, как я уже и говорил ранее, там идет перегруппировка рашистских войск и попытка рашистского военного руководства сформировать какую-то ударную группировку для попытки возобновления наступательных действий. Мы с вами обговаривали вчера дату 26-27, то есть где-то через недельку они якобы планируют. Но посмотрим. Сейчас ситуация изменилась на Бахмутском направлении. Вполне возможно, что опять какие-то соединения или части будут, рашистское командование будет вынуждено перебрасывать на то же Бахмутское направление, потому как там ситуация резко ухудшилась для рашистских войск. А так, в общем, силы обороны на Бахмутском, на Купинском, Лиманском я сказал, в основном позиционные бои, три горячих участка фронта назвал какие. А на Бахмутском направлении здесь продолжаются попытки рашистских войск оккупационных отбить занимаемые позиции. Ну, это лекало, это шаблон. Вот тут мы немного, я считаю, что мы немного поспешили. Конечно же, мы хотим освобождения наших территорий. И все начали рапортовать, начиная от уровня Министерства обороны, что Клещиевку освободили, Андреевку освободили, потом отзывали сообщения, особенно по Клещиевке. Знаете, все это чехардует. Получилось так, что наши военные, кстати, генеральный штаб до сих пор не высказался и сохраняет пока нейтральность в этой позиции. Получилось так, что общество немного надавило на военных, в плане того, что пришлось сразу, по факту, постфакту, как только началась зачистка, докладывать, что... информировать общество о том, что уже освобождено. А ведь давайте вспомним, что алгоритм действий, в частности нашего генштаба, состоит в том, что с задержкой на одни-двое суток нам сообщает генштаб о тех достижениях, которые есть на линии фронта. Почему? Потому что лекало действий рашистской армии таково, что как только они потеряли позицию, как минимум 2-3 атаки, контратаки, должны состояться. Они бросают в бой вот те подразделения, которые оставили позиции, они их разворачивают и фактически бросают в бой в попытках сходу, пока мы не успели закрепиться, в попытке отбить эти позиции обратно. До тех пор, пока мы не положим большую часть этих контратакующих подразделений, до тех пор рашистское командование не успокаивается. Видимо, доклады наверх о том, что потеряна позиция, для них страшнее, чем положить лишний десяток или сотню своих мобиков или кадровых военных им все равно. Вот такая вот практика. Поэтому до сих пор, видите, сегодня тоже в сводке генштаба сообщается о том, что наши войска успешно отразили атаки противника в районе Клещиевки. То есть они продолжают контратаковать. Для них это очень больная потеря. Также в районе Андреевки были попытки восстановить утраченное положение. Тоже наши войска отбили все попытки и враг успеха не имел. Но при этом наши силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута и наносят врагу довольно значительные потери. И вот тут уже появляется сообщение, что вооруженные силы Украины разбили элитные части россиян в районе Бахмута. Об этом сообщает нам институт изучения войны, американский институт. В СУ полностью уничтожили подразделение 72-й мотострелковой бригады. Мы с вами об этом говорили несколько дней назад. 31-й гвардейской бригады ВДВ, командир, который вчера я вам сообщал, что убит этой бригады. А также 83-й гвардейской бригады ВДВ, расистских оккупационных войск, при освобождении населенного пункта Андреевка и Клещиевка. То есть вот три бригады. Ну, кстати, там вы задавали вопрос по поводу, как же так, типа, за 72-ю мотострелковую бригаду окружили и разбили. Дело в том, что это ж не за один день произошло. 72-я бригада вела боевые действия, расистская, в районе Андреевки несколько месяцев. И вот это результат работы, что бригаде наносились потери, и уже остатки бригады были окружены в Андреевке, и им было предложено сдаться. Кто сдался, сейчас находится в нашем плену. Пополнили обменный фонд, как их информировал через громкоговорящую связь командир одного из батальонов нашей штурмовой бригады, предлагая сдаться. Те, кто отказался сдаваться, они все погибли там, в этой Андреевке, были уничтожены нашими войсками, как не пожелавшие сдаться. И, кстати, вот эту информацию о том, что эти три бригады практически в ноль разгромлены и на сегодняшний день подтверждает, в частности, всем известный нам еще по 2014 году командир батальона «Восток» Ходоковский. Помните, да? Это, кстати, в результате конфликта Ходоковского и Захарченко мы улучшили свои позиции в 2015 году в Марьинке. И вот он сейчас там выступает вроде как командир батальона, но при этом пытается активно активничать в интернете. Вот он подтвердил гибель командира 31-й бригады ВДВ, российских войск. И подтвердил потери, огромные потери в этих практически, потерю боеспособности вот этими тремя бригадами. Далее у нас с вами идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия, которая включает в себя Марьинское, Авдеевское и Мелитопольское направления. Ну, естественно, и Бердянское. Четыре оперативных направления. Тут, в зоне ответственности этой группы войск, Марьинка, продолжаются наступательные действия со стороны врага. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял более 10 попыток атаки наших позиций. Все 10 атак были неудачные, захлебнулись, противник понес потери и откатился на исходное положение. Вот здесь у нас, кстати, Марьинка и Авдеевка в этом плане, я бы сказал, такой бетонная стена, в которую разбилась уже не одна сотня расистских оккупантов. И мы продолжаем их там стачивать, вот в этих вот бессмысленных атаках, но тем не менее они не перестают атаковать наши позиции. Далее, Бердянское направление. Здесь в основном позиционные бои, но инициатива на нашей стороне. Мы в основном работаем дистанционно, артиллерия наша работает, авиация наша тут тоже работает. И стараемся нанести противнику наибольший ущерб, наибольший урон. Далее Мелитопольское направление, здесь же в зоне ответственности группы войск Таврия. И тут противник пытался контратаковать в районе Работиного. Они пытались улучшить свои... Ну, они пытаются нанести фланговый удар. Давайте так. Работинное и вербовое, ну даже не работинное, у нас уже практически прифронтовая зона, а вот Новопрокоповка вербовое, вот это, будем говорить такое, начало острия нашего вклинения. Мы сейчас немножко притормозили темпы продвижения вглубь, для того, чтобы расширить фланги. И в принципе, судя по ситуации на карту, глядя на карту, становится понятно, что наш генеральный штаб предугадал действия расширских войск. Хотя они открыли учебник, я так понимаю, ну потому что классика, они спланировали классику. Они перетянули 4 десантных дивизии, по 2 на каждый фланг, на правый и на левый, и попытались ввести их в бой в районе приютного. Первый вот бой начался десантных дивизий, причем там пошли первыми кадровые, 76-я и 7-я воздушно-десантные дивизии, для того, чтобы нанести нам фланговый удар и попытаться отрезать нашу, ну вклинившуюся в их оборону группировку войск, вот, и в последующем ее окружении. Ну, опять же, благодаря неорганизованности и отсутствию взаимодействия в расширских войсках, один фланг отстал от другого, то есть в районе Новопокровки и Вербового, удары начали, попытки атаковать наши позиции начались намного позже, чем в районе Опытного и Новопрокоповки на этом рубеже, вот, соответственно, наше командование было к этому готово, все попытки продавить нашу оборону не увенчались успехом, были отражены, и теперь они сейчас, такая небольшая пауза, насколько я понимаю, они сейчас перегруппироваются и принимают решение, что делать дальше. Продвижение не получилось, они застопорились, и вот, что делать дальше? Надо, для того, чтобы добиться успеха, надо что? Подтягивать резервы, надо наращивать усилия. Откуда подтягивать резервы и чем наращивать усилия на сегодняшний день? Ответа на этот вопрос, насколько я понимаю, у расширского командования нет. Поэтому вот такая вот ситуация. Мы готовимся к очередному этапу расширения. Для нас важно сейчас расширить это вклинение хотя бы до 20 километров. Ну и в последующем, я так понимаю, наше командование будет продолжать движение в глубину в направлении Токмака. Так что ожидаем изменений на фронте в ближайшее время. Далее у нас с вами остается зона ответственности оперативно-стратегической группировки войск Одесса. Это на Херсонское или Таврийское направление. Здесь силы обороны ведут контрбатарейную борьбу. Здесь ситуация она стабильная. К сожалению, продолжаются обстрелы правого берега Днепра. Опять там Никополь очень сильно досталось. Херсону тоже досталось. Ну и населенным пунктам вдоль всего правого берега. По мере досягаемости огневых средств врага. Но тем не менее, разведка Великобритании говорит, что есть движение на левом берегу в стане расширских войск. И это движение характеризуется тем, что Россия сосредотачивает свои войска для продвижения в Херсонском направлении. А с юга и востока начало отводить свои подразделения. Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании. В течение первой половины сентября 2023 года продолжаются ожесточенные бои вокруг островов в нижней течении Днепра в Херсонской области. Вот видите, мы оказывается даже не знали. Нам говорили, что проводятся специальные действия, а тут оказывается британская разведка говорит, что были ожесточенные бои на островах в дельте Днепра. Обе стороны совершили рейды на небольших лодках на острова и противоположные берега реки, говорится в сообщении. Отмечается, что существует реалистичная вероятность того, что российские операции в этом районе активизировались, поскольку этот сектор перешел под ответственность вновь созданного 40-го армейского корпуса. Я так понимаю, это, скорее всего, армейский корпус, наверное, из состава вот этой 25-й общевойсковой армии. Хотя части и подразделения 25-й армии перебрасываются в основном на рубеж Сватово-Кременная в Луганскую область. И там сосредотачиваются. Ну вот здесь вот появился 40-й корпус. Количество привлеченных сил невелико по сравнению с другими фронтами, однако обе стороны считает этот район стратегически важным, говорится в обзоре британской разведки. Ну, мы его считаем действительно важным. Почему? Потому что с помощью здесь от Днепра мы на всю глубину досягаемости наших огневых средств прореживаем тылы и уничтожаем логистику российских оккупационных войск. Но они боятся, видите, даже Каховскую ГЭС в свое время подорвали, они боятся того, что мы предпримем попытку форсирования Днепра. Для них это катастрофа, которую они боятся допустить. Поэтому они сюда и перетягивают целый корпус. Это что касается оперативных направлений. Ну, два слова скажем по поводу оккупированных территорий. Из Рашистской Федерации продолжают отправлять военнослужащих из территориальных субъектов РФИ на временно оккупированные территории нашего государства. Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой в Крыму на местный военный аэродром прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской Республики для усиления охраны и обороны указанного объекта. То есть, понимаете ситуацию, да? Не может Генеральный штаб РФ на сегодняшний день удержаться от применения в зоне операции, в зоне боевых действий срочников. Хотя Путин клялся расистскому народу, что срочники участвовать не будут. Их перебрасывают в Крым, я так понимаю, в оккупированный Крым украинский. А те, кто там находился, кадровые военные и контрактники, вот они их перебрасывают на материковую часть Украины для участия в боевых действиях. Но Крым это территория Украины, об этом знает весь мир. И мы сейчас начали плановую операцию по зачистке Крыма от расистских оккупантов. Поэтому те, чьи родственники в качестве срочников попали на территорию оккупированного Крыма, ну не обессудьте, потому как удары по Крыму наносятся регулярно. И военный аэродром абсолютно легитимная цель, по которой будут наноситься удары нашими силами обороны. Командование российских оккупационных войск планирует в системе исправительных колоний на временно оккупированных территориях Донецкой области, а также приграничных с ней районах РФ ввести в обучение для осужденных специальностей по ремонту бронированной автомобильной военной техники. Видите, как они решают вопрос трудовых резервов. То есть они хотят зэков заставить как на оккупированных территориях, так и на приграничных районах РФ заставить ремонтировать технику, то есть делать из них ремонтные бригады. Окупанты уже приступили к разработке учебных материалов и формированию наглядных материалов, в частности стендов, схем, макетов. Предполагается, что первыми осваивать специальности ремонта военной техники оккупантов начнут заключенные с исправительно-трудовой колонии номер 27 в городе Горловка и номер 32 в Макеевке. Российские захватчики также планируют привлекать этих зэков для ремонта военной техники прямо в районах ведения боевых действий. То есть те, кто освоит вот эти ремонтные специальности, которыми сейчас их начнут обучать, их в качестве рембригад будут отправлять в зону ведения боевых действий. Тогда возникает логический вопрос, куда денут ремонтников, которые сегодня работают в прифронтовой зоне и на оккупированных территориях по ремонту военной техники. Я так предполагаю, что их бросят в окопы в качестве обычной пехоты на восполнение потерь. Это, кстати, все косвенные признаки, косвенный разведпризнаки того, что стратегических резервов больше нет. Поэтому надо выгребать то, что можно. Как говорил один сказочный герой, поскрести по сусекам. Вот они и скребут. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава вооружения и техники вражеской, три зенитно-ракетных комплекса, 19 районов огневых позиций артиллерии противника и один пункт управления войсками. Редактор субтитров А.Семкин